Всем привет! Продолжаю свою серию влогов. Сейчас топаю в больницу. У меня сегодня, по идее, последний день капельницы. Вот, потом домой готовить и, в общем, все как обычно. Буду вам все снимать. Домашние такие вложки. Ну, что, ставите со мной. Привидение! Привидение! Тихо, тихо! Тихо! Напугали меня. Там мои пациенты! Жопа мелкая! А, ты больной! Тихо! Ника, я боюсь! Дема, отстань от меня! Стой! Моё лицо! Боже мой! Да тихо, тихо! Ей больно, Дема! Ты что? Мам, посмотри на моё лицо! Девчонки, я пробую новый Instant Anti-Age от Maybelline. Вот этот вот самый-самый-самый, который... Которого все ждали. Он, по идее, убирает только черные круги под глазами, но я решила и свои пигментные пятна спрятать заодно, и веснушки. Я знаю, что веснушки это актуально, модно, но мне почему-то так не нравится. Вот. Это первое. Второе. Я сейчас бегу на концерт, и у меня кипит суп, варится каша. Ну, в мультиварке я очень, девочки, каждый раз говорю, что в мультиварке очень классно готовить, освобождают руки, и очень вкусно. Обжариваю мясо в ручном режиме. Вот. Бросаю туда лук, он обжаривается вместе с маслом, с маслом, с луком, мясо, и после я добавляю туда любую кашу. У меня дети любят рисовую или гречневую. И заливаю это все или бульоном, или водой, и ставлю на 8 минут. Каша безумно вкусная. Вот. И у меня еще картошка жареная. Я говорю, я хочу жареной картошкой. Я говорю, блин, ресторан какой-то. Каждый хочет что-то, а Деме кашу. Вот. Все. Ну, в принципе, с моими темными кругами это средство справилось. Сейчас я вам вот так покажу. Вот. Ну, я довольна. Дальше буду тестить, но уже могу сказать, что оно оправдывает себя и свои ожидания, потому что я реально на него очень рассчитывала. И вот. И я понимаю, что, в принципе, им можно пользоваться даже точечно. То есть, если вы не хотите наносить на тональное средство или бибишку на полностью все лицо, а перекрыть что-то надо, то оно очень хорошо так под кожу. То есть, адаптируется под цвет кожи и очень даже неплохо. Сверху можно припудрить и нормально. У меня тут, видите, световое кольцо. Кто спрашивал, какой у меня свет, это мне Петя сделал. Поэтому я крашусь и снимаю видео вот с помощью такого светового кольца. Видно, конечно, сразу все косяки на теле, на коже, на лице. Вот. Но очень-очень прикольно. Все. Я быстренько начинаю краситься. Использовать буду, как я уже вам показывала в предыдущем видео, вот такое вот вот такое тональное средство. Мне оно понравилось. Очень даже понравилось. Но я вам забыла рассказать, что использую я его не самостоятельно. Я его смешиваю с... Сейчас вам покажу. Привет, Дема. Я его смешиваю с хайлайтером жидким от L'Oreal. Вот. Ты уже покушал? Да. И тогда лицо сияет. То есть, действительно, этот хайлайтер придает сияние. Я хочу играть в Play Do. В Play Do. Сейчас пойдем играть в Play Do. С Никой будешь играть в Play Do? Да. Сейчас она покушает? А вот и она. Боже, ты меня напугала. Хочу сказать, видите, как я тороплюсь. Там готовятся, там это, дети. Я хочу на концерт. Вот. Оно, получается... Геома, что ты делаешь? Мам, ничего. Подожди, на, вытри ему руку, а то он... Стой, надо вытриться. Ну, они ко мне реально помогают. И когда она на каникулах, я такая думаю, вау, класс, супер, когда она школит. Все, уходи. Мама тут хочет поговорить с девочками, посекретничать. Короче, холлайтер классный, все хорошо, мы пошли. Холлайтер действительно классный, и у меня он, кстати, расходуется минимально. То есть, его очень много здесь, и я его купила давно, прям давно-давно весной. И вот до сих пор. Хотя я пользуюсь им постоянно. Поэтому уже, понимаешь, скоро, видите, надо будет опять покупать. Я покупаю на... Или в магазинах, но редко. В основном сразу понимаю, что мне надо, и заказываю на мои копья. Я еще наношу на шею. Я уже говорила не раз, что, когда используем бибили тональное средство, про шею не забываем. и еще девочки уши. Потому что уши будут тоже отличаться от лица. Это тоже некрасиво. Я еще захожу иногда на веки. Это реально, вот это вот средство, оно не подойдет на лето, и даже на весну, наверное, не подойдет. Но для осени и зимы вообще класс. Такое ощущение. Оно, конечно, сразу перекрывает все неровности, все всякие какие-то прыщики, всякие гадости перекрывает. И лицо становится ровное такое. Очень-очень классное. Сейчас покажу. Вот, видите? Сразу так прикольно. Все, я начинаю краситься, выключаюсь, и включусь уже, когда все сделаю. Сделаю макияж. И опять же, буду использовать сейчас свою любимую палетку Бургунди Бар. Моя сейчас любимая палетка. Буду использовать ее. И опять же, Мастер Браш тоже от Мэйбелин. Это для тех, кто вчера не смотрел, то есть как вчера. Это я вчера снимала. То есть кто не смотрел предыдущий влог. Все, скоро включусь. Вот то, что я говорила по поводу гречки. Гречка получается в мультиварке вот с мясом и с луком. Очень вкусно. И еще можно, иногда я добавляю морковочки, иногда томатика. В общем, малый плачет. Дальше, попозже включусь. Девочки, хочу вам быстренько показать свои покупки, которые сделала сегодня. Очень опаздываю на концерт, но потом могу забыть. Забегала в магазин у нас на районе, на Вербицкого. Есть торговый центр. Ну, Дема! Есть торговый центр. Я не могу сосредоточиться. Дема мне не дает. Торговый центр называется Нью-Вэй. Вот. И я... Там есть... Там есть сельпо. И в этой сельпо стараюсь не ходить, потому что в сельпо надо спускаться вниз в подвал и проходить мимо магазина. Я не могу пройти мимо магазина, поэтому захожу и не выхожу без покупок. Купила вот такие вот ботинки. Я у вас в инстаграме спрашивала да-нет. И многие написали нет, многие написали да. Вот. Но на самом деле, ну, честно, я хоть и спросила, но на меня обычно чужое мнение не влияет, поэтому как бы я купила. Они мне очень понравились. Они очень стильные, очень классные. Вот. Лаковые. Я лаковые обувь не очень люблю, скажу честно. Но эти... Эти мне прям понравились. Единственный минус это был один размер и это сороковой размер. У меня тридцать девятый. Но я решила, что я или буду надевать носок или стельку положу туда. Вот. Мне не очень понравились. Также у меня проблема найти шляпы для себя. Вот одну я нашла на Кураж Базаре и вот вторая. Эту я просто примерила. Ну, думаю, мне понравилось. И она так хорошо на меня села, что я решила, что надо ее брать. И еще мне понравилось вот этот вот как бы аксессуар такой на шляпе. Также я не смогла пройти мимо этих таких туфель-бесоножек. Вот. Они шли со скидкой, потому что не сезон. А я люблю покупать обувь не сезон. 38 размер. По-моему, да. 38. И они очень хорошо на меня сели. Вот. Вот такие вот покупки у меня спонтанные бывают. И очень даже, я думаю, удачные. Ну что, я готова. Я в платье. В классных колготках. Сейчас покажу. И у меня на губах помада блеск, тоже от Maybelline. Сейчас я вам скажу. это 64 номер. У меня есть точно такая же 62. Они очень похожи, но все равно отличаются. И по вкусу как будто это какая-то карамелька. Очень вкусная такая помадка. Мне нравится этот нюдовый оттенок. Он подходит вообще в любое время года. И под настроение. Сейчас я накрасилась так же, как вчера, поэтому я особо ничем не удивила. Вот. Мне вчера так понравился макияж, что я решила его повторить. И в принципе вот повторила. Ну в принципе все. Осталось расчесаться и можно уже ехать, потому что в городе пробки, а ехать другой конец города. Почти. То есть не в центре будет спектакль. Вот. Обещала показать вам платье и платье кстати кабанчиком, если вы будете спрашивать. Вот. И колготки тоже купила. в магазине Боже, как он называется, но тоже находится в... Господи, как называется торговый центр? На Вербицкого 1. New Way. Да. Вот там на первом этаже тоже есть магазин полностью с колготками-челками. И вот там я купила эти колготки. И не только эти. Там хорошие цены, а когда там скидки, вообще замечательно. Потому что колготки сейчас стоят больше 100 гривен, 200-250. Поэтому не напасешься. Когда идут скидки и хорошие модели, то я беру много. Если бы на земле жили одни девушки. Девочки, вы работаете. Они живут, а мы выживаем. Виталина. Ой. Хочется доебаться до кого-то. Андрюха. Андрюха. А я Андрюха. А я почти это он спарился. Вы знаете, я сейчас считаю просто записки и большинство восприняли наше шоу только по названию. Ну, это да. Когда ложишься в постель с женщиной просыпаешься с мужчиной. Если на свидание с девушкой вдруг осознаешь, что ты гей. Если бы вы работали стептизером. Выберите что-то. Вот. Нашел. Нормально. Как раз для вас. Если бы детей воспитывали мужчины. О, блядь. Что это? Только мужчины. Только мужчины. Виталик, Виталик, вытащи отходку у нее из груди. Я тебя прошу. Не Заки, а мужчины. Угу. Девочка, может, хотя бы платье, хотя бы одно? Что ты от меня хочешь? Купи, двадцать, подожди. Я еще не рассказал, иди сюда. Откуда берутся дети? Ты меня спрашивала, да? Смотри, Дотя. Да. У папы есть хер. О, Господи. Ну, что ты, Виталик, мой хорошенький. Мама, не прожевывается. А если с пивом? 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 more. От кого залетела? Сложно сказать. От Виталика. Иди в мащику. Если бы люди умели летать. Было такое. Так попробую. А, Виталик. Этот самолет, самолет Мау, прижмись к правому облаку. Девчонки, здесь нашла целый клад из колготок цветных. Сейчас очень актуально, если хотите, магазин Джулия. И цена у них очень приятная. Кисть растает, поплотнее 129, а вот эти вот 70DM100 за 69 гривен. А магазин Джулия находится в торговом центре Дриндилэй на другом этаже. Так что имейте ввиду. Я поставила себе уже взяла вот такие синие и черные. Помните, вы спрашивали, что это за колготки? У меня, правда, другие, у меня на колготки были надеты гетри. А это именно такие колготки, как гетри. Распродажи белья. То есть, с одной стороны колготки, с другой стороны белье. И цены вообще по 400 гривен лифы. Очень хорошая снила. Буду счастливее. Ну и обещала вам показать посылки и подарки. Первое, что хочу вам показать, это посылка от L'Oreal. Новинку прислали. Смотрите. Та-дам! Тот, кто любит минеральные рассыпчатые пудры, я думаю, оценит. Вот. Сейчас поближе свет. Свет, свет, свет. Видно, да? Первое, что хочу попробовать, это, конечно же, вот это. Вот. Я очень люблю минеральные пудры, бесцветные. Мне очень нравятся именно бесцветные. Но буду снимать обзоры и буду снимать макияжи с этими пудрами. Посмотрим, как они будут себя вести, как они будут ложиться на лицо. В инстаграмме я делаю время для меня розыгрыши. Вот. А на канале давно не делала, так что, наверное, надо. И сделаю тоже розыгрыш на канале «Жизнь мамы, которая девушка». Даже, наверное, скорее первый сделаю там. Так что подписывайтесь и ждите. И вот этот вот, кстати, кто может догадаться, какой цветок неживой? Какой живой? Я думаю, видно. Вот этот вот цветочек, он из... В общем, он сладкий. Его можно кушать. Лориале огромное спасибо на самом деле. Очень красивая презентация. Такая прям очень красивая. Такая нежная-нежная. И за продукты, конечно же. Буду снимать обзоры и вам показывать. Недавно меня приглашали на мероприятие, презентацию нового питания для спортзала. То есть протеины и вообще спортивное питание. Вот. От Анвей. Называется XS Sport Nutrition. И вот тут прислали. И сразу дети размели. Первое это протеиновые батончики. Видно, да? То есть тут еще как бы был слой протеиновых батончиков. И детвора. Вот этот вот фруктовый понравился больше всего. Но Ники больше понравился шоколадом. Я в машину себе тоже положила. Потому что иногда бывает, что нет времени перекусить. И вот эти батончики очень хорошо идут с йогуртом. Хотя и так йогурт не пью. И вот эти батончики. Помимо батончиков есть еще напитки в виде порошка. Здесь вкус апельсин и лайм для выносливости. И вот этот вот для интенсивной тренировки. Здесь лимон тоже лайм. Тут апельсин лайм, а здесь лимон лайм. Тут в составе... Вот здесь вот тут написано, да? Сейчас я вам прочту. В составе гуарана корень мака и витамин D. А здесь витамины группы B. Вот комплекс группов витаминов B. Поэтому, я не знаю, это будет, наверное, информация полезная и интересная для тех, кто занимается спортом. И вот есть еще такой протеин. Он со вкусом шоколада. Такая большая баночка. Напишите мне, пожалуйста, в комментарии, кто употребляет протеин. Что-то я оставлю себе, что-то разыграю среди вас. Поэтому напишите мне, пожалуйста, в комментарии, кто... В общем, кому надо, кто ходит тренироваться. Не знаю, стоит вам разыгрывать, нет? Думаю, что стоит. Даже среди моих друзей есть люди, которые любят протеин. Поэтому, я думаю, что эта информация будет интересна и для них, и для вас. И еще одна посылка. Но это не последняя. Есть еще подарок, который мне сестра подарила. Я тоже вам сейчас покажу. Посылка от дерматологической лаборатории La Roche-Posay. Я не знаю, что здесь, поэтому откроем вместе с вами. Итак. Та-дам! Пам! Это молочко для тела. Это для демушки. 48 часов увлажнения успокаивает и защищает кожу грудничка и вообще деток и взрослых. Вот. Это, получается, молочко для всей семьи. И Мишка! Боже, как... Это зайчик! Какой мягенький! Боже! Класс! Спасибо большое! Так. Ух ты! Липикар. Это средство я знаю, потому что в том году мы ходили к дерматологу с демидом. И у малого моего дерматит начинается с осени и заканчивается ближе к апрелю. Поэтому врач нам прописывала Липикар от La Roche-Posay. Это одно из наших любимых средств. Есть еще одно. Вот. Поэтому я очень рада. 400 мл. И мы с демкой будем на двоих, можно сказать, использовать. И такой как бы бонус еще приятный. Это зайчик. Такой мягкий. И специально. Ведь тоже презентация очень классная. Потому что само средство, оно как бы для нежности кожи детской. И вообще для всей семьи. И очень-очень такой нежный зайка. Поэтому класс. И сейчас вам покажу, что мне подарилась сестричка. Это сердечко. Кулончик-сердечко. Я такой миленький-миленький. Я очень люблю такие вещи. Они миниатюрные. Но дело даже не в самом дизайне, хотя дизайн мне очень нравится. А именно то, что подарено с душой и сердце. Я когда буду носить, я буду знать о том, что это подарок от сестрички. Это очень-очень приятно. Спасибо тебе, Зоечка. У меня пригласили на дегустацию обновленной линейки заведений липских баров. И тут такое нововведение. На самом деле в Европе таких нововведений еще много. было, но я это встречаю впервые. Это барная карта. Здесь коктейли. И коктейли вы выбираете не так, как обычно. А вот, например, тут по музыке вам дают наушники. Вы выбираете из композиций. Из пяти композиций то, что вам понравилось. И вам приносят коктейль в соответствующей композиции. Это лично. Очень красиво. Вот. Я прослушала и мне принесли. Но так как я за рыдем, я не пью. Я просто делаю маленький глоток, чтобы попробовать. Коктейли очень классные. Очень вкусные. И я вообще не пью. Поэтому даже если я была не за рыдем, то все равно вы не смогла полностью насладиться всем этим баром. Дальше. Это просто я вам рассказываю. Вы-то многие пьете. Поэтому имейте в виду. Также можно по закуске выбрать себе. Я выбрала козий сыр. И получила коктейль вот этот. Также можно было выбрать по аромату. Сейчас ароматы уже унесли для других дегустаций. Так что я ж не пью. Он такой крепкий там с низки. В общем. Я не пью. Я не пью, не пью, но попала на такое мероприятие. Так вот. И можно по аромату. И вот мне понравилось два аромата. И принесли два коктейля. Вот один из них. И где-то был второй. Мы принесли на это уже. Потому что я ж не пью. Он такой крепкий там с низки. В общем. На самом деле. Я вам рассказала, показала. Имейте в виду. Это, наверное, больше для девочек тоже. Но, наверное, больше для мужчин. Вот. В Липском есть такая барная. Барное нововведение. Очень круто. Ой. Я сразу... Ой. Отбежала. Мы с девчонками приехали на вечер. В общем, на концерт. Без свеча. Виртуозы Киева, в общем, играют. И это мои любимые. Одни из моих любимых Виртуозы Киева. И я очень люблю их джаз. В исполнении джаза. Потом мне очень нравится, как они из разных фильмов, из разных мультиков. Музыку играют и вообще. Мне не нравится. Поэтому мы сейчас девчонки реагируем. Клод Дебюсси сказал своему тодище молодому колезе «В имя Бога музыки и мого власного, ничего не меняйте в вашем квартете». Такой была думка великого музыканта, яка с часом все больше подтверждалась. А викликана вона була тим, что Моріз Равель був вязнем власне при скрипливості своих гармонійних звичок и витонченого смаку. Квартет писався в классе Габріеля Форе, який був призвячений великому вчителю. Перша частина була представлена на іспиті, де не викликала особливого зацікавлення. Голова комісії заявив, що їй не вистачає простоти. Інший член комісії назвав її заважкою. Однак у супереч поширеній думці екзаменаторів музика квартету виявилася привабливою для слухачів, що аплодували авторові після першого виконання в концерті Національного товариства 5 березня 1904 року. Думки критиків теж були неоднозначні. Одні безпідставно порівнювали твір з творчістю Дебіссі, інші казали, що небагатьом композиторам вдавалось досягти такої майстерності і радили запам'ятати ім'я Равеля. В подальшому популярність квартету все росла. І як одного разу сказав Сергій Прокоф'єв, цей твір може прикрасити будь-яку програму. Сподіваємось, наш концерт не стане виключеним. Моріс Равель. Струнний квартет. Фінал. Тиха мені зробили був іншим, також зробили. Після концертів… dudes д Bearома наireно. Девочки, фоткали, как я ем сэндвич, да. Я, наверное, не покажу вам эти фотографии, хотя могла бы... Это очень смешно. Но я пыталась есть красиво, но у меня ничего не было. Да, Аня очень старалась. А девочки очень пытались меня сфотографировать. И я не могу понять, или я некрасиво ем, или с них фиговые фотографы. Но на Швиланке я была классной фотографией. Да, кстати, я тоже говорила сейчас. Анжелике, что если бы, например, не было Насти на Швиланке, то у меня бы не было фотографий. В общем, мы после концерта. Концерт шикарный. Кто из Киева, обязательно сходите. А мы сидим в милкбаре и болтаем. И смеемся. Хорошее настроение. Над Аней смеемся. Ну, кстати, да. Я говорю, что мы пришли сюда надо мной посмотреть за канал. Хорошая практика. Садим. 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 Чай с травами. Пью. Молодцы. На этой позитивной ноте я свой блог заканчиваю. Вот. И увидимся в следующем. Пока. Пока. Садим. Пока. 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 Пока.